Здравствуйте, дорогие друзья, с вами на связи Андрей Финашин и канал название, которому я до сих пор еще не придумал, но это и не важно. Знаю, что многие сейчас ждали от меня теста ламп H11, но так получилось, что я решил собрать чуть большее количество образцов, для проведения более корректного теста, чтобы несколько раз не переделывать, а подождать и собрать их как можно большее количество. Сегодня я решил поговорить про светодиодные лампы. А На эту мысль навело меня то, что очень многие спрашивают по поводу тех или иных светодиодных ламп, стоит ли их приобретать. Ну, вот я решил, так сказать, сделать обобщенный выпуск, чтобы не отвечать каждому на вопрос. Давайте начнем. Итак, первый тип ламп, который вам ни в коем случае не надо приобретать, потому что это будут выкинутые деньги. Это вот эти лампы. Вот здесь где-то должна быть картинка, смотрите. Это лампа, у которой сделано очень много диодов, они все распределены по корпусу равномерно. Но в чем огромный недостаток этой лампы? Она, вот если ее взять в руки, да, она будет светить очень ярко. Диодов много, они достаточно мощные. В сумме она будет светить очень ярко, но до того момента, как вы ее не поставите в фару. В фаре она будет светить очень и очень плохо. Почему? Потому что ни один из вот этих диодов, которые вы видите у нее на корпусе, не будет попадать в фокус фары. А фокусное расстояние для фары имеет огромное значение. Вот кто не верит, можете взять, вытащить свои галогеновые лампочки и поставить их криво в фару. И посмотрите, насколько у вас уменьшится свет. То есть вся проблема в том, что фара у нас спроектирована под галогеновую лампу, у которой спираль, имеет маленькую площадь и находится в четко заданном месте для этой фары. А вот данная светодиодная лампа будет светить гораздо хуже, из-за того, что ни один из этих диодов, которые сами по себе светят довольно ярко, не будет находиться в нужном месте, в точке фокуса. Ну, с этими лампами все просто, они с рынка уже уходят, то есть их все становится меньше и меньше. Поэтому давайте перейдем к следующему типу ламп, которые вам тоже ни в коем случае не стоит приобретать. Так, вот на картинке новая лампа, она чем отличается от предыдущей? Что здесь вместо многих-многих мелких диодов стоит один диод, но крупный. Один крупный диод это лучше, чем много мелких. Почему лучше? Потому что он частично попадает в фокус. Почему частично? Потому что площадь вот этого диода, вот если посмотреть на данную картинку, площадь вот этого диода в разы больше, в несколько раз больше, чем площадь спирали у обычной лампочки. Если мы ставим эту лампу в фару, то только часть этого диода будет работать правильно, то есть будет находиться в той зоне, под которой у нас рассчитана фара изначально. Остальная площадь, то есть процентов 70, площади этого диода будут давать нам только свет в тех местах, где он быть не должен. То есть с помощью этой лампы мы будем очень слабо освещать дорогу, а заодно еще и слепить встречных. Ну, эти лампы стоят дороже, чем первый вариант, но на рынке их тоже меньше становится, потому что вот этот огромный диод, он все равно не дает нужной яркости при установке фар. Давайте посмотрим следующий тип ламп, который вам тоже я крайне не рекомендую приобретать. Вот смотрите на картинке, как выглядят данные лампы. Чем они отличаются от предыдущего варианта? Здесь тоже стоит один мощный диод, но в чем проблема? Все же производители хотят, чтобы светодиодные лампы светили ярче и ярче, то есть чтобы их как бы лучше покупали. Поэтому что они сделали? Они стали увеличивать мощность диода. Увеличивает мощность диода, увеличивает, соответственно, нагрев его при работе. И, то есть, чем мощнее диод, тем больше нагрев, а нагрев для светодиодной лампы очень вреден. Там происходит перегрев диода, и он очень быстро выходит из строя. Поэтому, чтобы вот этого перегрева не происходило, производители догадались, то ли наши, то ли китайские, запихать туда обычный вентилятор. Небольшой вентилятор, чтобы он, соответственно, прогонял дополнительные потоки воздуха, которые охлаждали бы вот этот диод. Ну, в чем проблема с этими лампами? Почему я их не рекомендую? Ну, сами поймите, вот вентилятор у вас в компьютере, который стоит дома. И вентилятор под капотом автомобиля, где температура доходит там до 100 градусов и выше. Плюс, где есть грязь, где есть пыль, ну и температура. То есть, представляете, то есть, взяли вентилятор и приспособили его там, где работать он долго, в принципе, не может. В принципе, то есть, если использовать эти лампы, надо постоянно с собой тогда или дополнительные эти кулеры возить с паяльником, чтобы их там припаивать, менять. Или дополнительные лампы запасные возить. А лампы эти стоят достаточно дорого. Вот. Что будет, если этот вентилятор по каким-то причинам выйдет из строя? У более дорогих ламп снизится яркость в несколько раз, чтобы не спалить диод. То есть, там при достижении диода определенной температуры, ну, то есть, вентилятор, если перестал работать, температура растет, там должен включиться, так сказать, вот этот безопасный режим, который позволяет диоду не перегореть. Но, сами поймите, у вас свет станет в несколько раз слабее в тот же момент. Это в дорогих лампах. А в дешевых он просто перегорит, потому что вентилятор перестанет его охлаждать, и, соответственно, он перегреется. И смотрите, что в итоге мы получаем. То есть, мы получаем вместо обычной галогеновой лампочки, которая вот простейшая, которую там два контакта одел, поставил фару и поехал. Если она там перегорела, взял, быстренько поменял, мы получаем систему с кулерами, вот с этими проводами, с радиаторами, которые надо вот постоянно контролировать, смотреть, в каком они состоянии. То есть, чтобы они не забились, не засорились, очищать. И, ну, на мой взгляд, это бред. На мой взгляд, это бред использовать вот такие лампы. Но, в чем вот основная суть? Даже если мы представим, что у нас машины ездят по дорогам, где нет ни пыли, ни, вот нагрева, то есть двигатель у нас не нагревается больше, там, 20-30 градусов. Даже в этих условиях светить эти лампы будут и очень, и очень плохо. Почему? Смотрите, вот я сейчас опять показываю картинку. Там я нарисовал, как смог, ну, кому надо, тот поймет. Галогеновая лампочка, вот вы видите, и светодиодную. От спирали у галогеновой лампы свет расходится в разные стороны. То есть, ему ничто не мешает расходиться от спирали под углом 360 градусов. То есть, в любую сторону, в любым направлением. Весь этот свет куда идет? Весь этот свет идет на отражатель, и, соответственно, от отражателя уже через поликарбонатное стекло идет на дорогу. В случае со светодиодной лампой. Вот, смотрите, там в лучшем случае стоит два диода. Один из них, соответственно, одну сторону освещает, другой другую. А остальные несколько частей диод не освещает. То есть, грубо говоря, если разделить на четыре части, то две будут освещены очень хорошо, а две остальные не будут освещены. Поэтому, часть отражателя, вот если вы такую лампу поставите в фару, часть отражателя у вас работать не будет. Из-за этого у вас при ее кажущейся яркости, когда вы на нее просто смотрите, когда вы ее поставите в фару, яркость значительно уменьшится, потому что часть фары будет просто не работать. И это один момент, и второй очень важный момент, у светодиодов, у них основная яркость, вот если это представить, плоскость светодиода, основной поток пойдет вот перпендикулярно. Под вот этими углами, чем угол больше, тем света он дает тоже меньше. То есть, вот в эту плоскость он дает больше, в эту все меньше и меньше и меньше. То есть, это опять о чем говорит, о том, что часть отражателя не будет работать. То есть, и ваша вот эта лампа, вставленная в фару, будет работать в разы хуже. К сожалению, вот эту информацию по светодиодным лампам никто не дает, то есть, реальное положение дел. Поэтому я вот в группе ВКонтакте создал там пост и попросил вас прокомментировать. Спасибо огромное, что откликнулись и прокомментировали. Большинство из вас в итоге выбрало обычный вариант, то есть, обычную билогеновую лампу по свету. Несмотря на то, что тестируемые мною лампы имели светоотдачу больше, чем в два раза, превышающую светоотдачу обычной билогеновой лампы. А по факту билогеновая лампа оказалась ярче. Вот. Ну, это вот как бы такое все негативное-негативное, такие новости. А какие же позитивные, вы спросите, а в чем, собственно, ты вот нам объяснил, что вот это не то и это не то. А что в итоге нам купить? Говорю, говорю. И обращаюсь вот, еще обращаюсь к тем, кто занимается ввозом именно вот этой светодиодной продукции из Китая. Ребят, пожалуйста, вот мой вам совет, просьба, мольба просто. Привезите не вот лампочку, которую мы вставляем в фару, которая абсолютно не предназначена для работы светодиодной лампой, а привезите готовый модуль, в котором будут стоять уже диоды не на вот такой палке, то есть диод и палка, которая его как бы охлаждает только по причине того, что он должен стоять вот в фокусе на вот этом расстоянии. А привезите уже готовый светодиодный модуль, где будет стоять светодиод. Вот, сзади него будет тут же стоять радиатор пассивный, либо активный, либо там будет модуль, где будет несколько диодов, но который будет уже изначально спроектирован под светодиодом. Такие модули есть, такие модули в противотуманных фарах уже используются. Вот я имел дело с модулями осером светодиодными, там ходовые огни и противотуманные фары. Все это сделано с светодиодами, все это прекрасно светит и прекрасно работает, ничего не нагревается. Почему? Потому что это все спроектировано вот сразу под светодиоды, а не попытка впихнуть невпихуемую. Вот, поэтому, ребят, привезите, пожалуйста, именно как вот бексиноновый модуль, только светодиодный. Уже готовый, заводской, то есть, чтобы там, там, соответственно, не надо будет менять ни лампы, ни чего. Его просто туда поставил, мы его будем ставить вместо ламп H7, вместо ламп HB4, вместо ламп H4. То есть, мы его будем ставить как бексиноновый модуль и просто вот, просто в очередь встанем. Все, кто занимается вот именно по освещению, все к вам встанем в очередь на покупку этих модулей. Вот, тот человек, человек или те люди, которые это смогут привести, просто к ним огромная очередь выстроится. Вот. Ну, я, конечно, не буду там критично говорить, что лампу светодиодную, вот, под галогенную фару сделать невозможно. Наоборот, ребята, там, кто занимается, кто со мной общается, контактирует, делайте. Обязательно протестирую, посмотрю, посоветую, подскажу. Вот. Ну, по светодиодам на данный момент все, какую еще информацию, какую хочу дать. Следующий, наверное, все-таки выходит именно по H11, как я обещал, то есть тест. Там, вот я еще раз повторюсь, ищу лампочки побольше, хочу взять лампочек, чтобы были, так сказать, у нас побольше выбор. И по поводу того, что довольно сейчас много стало приходить вопросов по поводу ксенона, светодиодов, там, и прочих, и прочих. И я делал анонс, там, в прошлом выпуске по поводу рубрики вопрос-ответ. Так вот, в группе я тогда создаю пост вопрос-ответ, и под этим постом можно, соответственно, писать мне вопросы. И мы, так сказать, когда их там наберется определенное количество, мы с вами на эту тему уже пообщаемся, вот именно по тем вопросам. То есть ссылка на группу, естественно, будет под описанием. Вот. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если эта информация была вам полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если бесполезно и никто вообще ничего не понял, о чем я, то ставьте дизлайки. С вами был Андрей Финашин. До свидания. Продолжение следует...